28 минут это шло, и я все-таки дала код. Все, а потом я слышу смех, маты. Момент этого телефонного разговора Анапчанка, скорее всего, запомнит на всю жизнь. За полчаса мошенники обманным путем получили доступ к личному кабинету женщины от госуслуг, а после оформили кредит на крупную сумму денег. У лейтенанта полиции Анапы Юлии Даниленко такие истории, к сожалению, не вызывают удивления. С начала 2024 года на территории муниципального образования города-курорта Анапа пострадали от действий мошенников 462 человека. Это жители и гости города-курорта. Общий материальный ущерб, причиненный данным гражданам, составляет свыше 170 миллионов рублей. Из данной категории преступлений за период с начала года расследовано и раскрыто 53 преступления. Чаще всего злоумышленники звонят своим жертвам и представляются сотрудниками оператора связи, банков, полиции. Под любым предлогом преступники просят сообщить код из СМС-сообщений. Нередко мошенники пишут людям от имени родственников или близких людей. Если вам пришло СМС от знакомого с просьбой о помощи материальной, перезвоните знакомому. Если вам позвонил якобы сотрудник банка и сообщает, что на ваших банковских счетах происходят сомнительные операции, незамедлительно кладите трубку и созвонитесь со своим банком, в котором вы обслуживаетесь. Темную популярность также набирает мошенническое обучение инвестициям. Под предлогом дополнительного многомиллионного заработка преступники втираются в доверие, а по итогу обманывают людей на внушительные суммы. Например, утверждают, что инвестированные деньги заморожены на счете и для разблокировки необходимо оплатить страховку. На разблокировке счета потребовалось носить большую сумму, 3200 долларов еще, которой у меня не было, я сразу только заподобил, что это мошенничество. В итоге потерял более полумиллиона. Я в этом самом хочу предупредить, предупредить, предоставить, не обращать внимания на никакие блестивые речи, горы, золото. Правильно говоря, бесплатные суммы, шаловки. Сотрудники правоохранительных органов также призывают анапчаны гостей курорта не открывать вложения и ссылки, полученные от незнакомых лиц, не устанавливать неизвестные приложения и не вводить данные карты на незнакомых ресурсах. Никита Васюхин, Михаил Григорьев, Анапардио.